Вы слушаете канал жаж.клаб, 10 моих любимых блюда из яиц. Наступило такое время, что цены выросли и за те же деньги мы теперь можем купить меньше продуктов, чем раньше. Но все плохое к чему-то хорошему. Недавно мы праздновали Великую Пасху, поэтому сегодня опять вспомним об этом прекрасном продукте – яйцах. Яйца являются одними из самых питательных продуктов на планете. Природой предусмотрено, что в одном яйце достаточно питательных веществ для формирования цыпленка. По питательной ценности яйца схожи с куриным мясом. При этом стоимость яиц более доступна, да и витаминов и минералов в яйце больше, а также витамины А, Е, Д, К, в одном, в два, в шесть, в двенадцать, ретинол, кальций и железо, биотин и фолиевая кислота. Наш организм лучше усваивает яйца, которые были термически обработаны. Чаще всего яйца используются в качестве продукта для быстрого завтрака. Из яиц также готовят закуски, вторые блюда и даже супы. Не говоря уже про выпечку, в которой используются отдельно белки или отдельно желтки. А сколько видов яичницы – не счесть. Итак, 10 моих любимых блюд из яиц. Яичница с паприкой и сосисками. Тонкими кусочками режу паприку, сосиски, слегка обжариваю и заливаю яйцами. Закрываю крышкой. Вкусняшка. Фото – youtube.com фаршированные яйца. Варю яйца вкрутую и вытаскиваю желтки. Обжариваю шампиньоны с луком и сметаной и смешиваю их с вареным желтком. А смесь потом выкладываю в белки лодочкой. Отличная мини-закуска. Точно так же можно на яйца вкрутую положить кусочки семги, селедки или красной икры. Фото – lifehacker.ru или даже просто посыпать свежим укропом и зеленым луком и смазать это намазать вкусным, напар чесночным или сырным майонезом. Объедение. Шпроты с яичным салатом. Варю яйца вкрутую, размельчаю их на мелкие, но не очень кусочки и смешиваю с майонезом, добавляю мелко нарезанный зеленый лук. Обжариваю тосты или из тостера. Намазываю их яичным салатиком и сверху выкладываю шпротами. Фото – маги.ру Если бы не боялась потолстеть, ела бы это каждый день. Помидоры – запеченные с яйцом. Беру свежие помидоры, вынимаю из них мякоть. На дно помидорной формочки выкладываю сыр, можно двух видом, например, брынзу и обычный твердый сыр, зелень, чеснок и заливаю одним или двумя яйцами, в зависимости от размера помидора. Все это запекаю в духовке 15-20 минут. Мнимка. Фото – гастроном.ру Картофельная запеканка С яйцом варю картошку и делаю из нее пюре, чтобы оно не было слишком жидким. Добавляю в горячее пюре взбитое яйцо. Штат – и постепенно вливаю горячее молоко, перемешиваю. На сковороду, смазанную растительным маслом и посыпанную панировочными сухарями, выкладываю пюре. Делаю в нем несколько углублений и заливаю в них яйца. Фото – накорми.ком пюре сверху смазываю оставшимся взбитым яйцом, перчу, солю, можно немного тертого сыра и запекаю в духовке 10-15 минут. Вкусняшка. Омлеты – всевозможные омлеты, с которые можно делать все время разную. Мой любимый – с жареными шампиньонами. Обжариваю шампиньоны с луком или без, но чтобы они не были совсем мягкими. Сверху заливаю взбитыми яйцами и жарю на сковородке с закрытой крышкой. Фото – 1000, мену апфельтадж, яблочный омлет. Нарезаю кусочками свежие яблоки и слегка обжариваю их на сковородке. В яйцах отделяю белки от желтков. Желтки смешиваю с молоком, сахаром и солью, добавляю немного муки и хорошенько взбиваю эту массу. Добавляю туда обжаренные яблоки. Отдельно взбиваю белки. Потом смешиваю обе две массы и жарю на растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны. Фото – кукида.ком объедения. Овощи в горшочке с яйцом свежие помидоры ошпариваю кипятком, снимаю кожуру, отделяю мякоть. Баклажаны режу на кусочки, посыпаю солью и оставляю на несколько минут, чтобы они пустили жидкость. Фото – джерати.ру выжимаю их от жидкости и обжариваю почти до готовности. Свежую паприку запекаю в духовке, снимаю шкурку и размельчаю. Овощи выкладываю в форму, посыпаю солью, специями, чесноком и измельченным сыром, заливаю яйцами и запекаю в духовке 15 минут. Треска – запеченная с яйцом красота блюда в его простоте и сытости. Взбиваю яйца с укропом и зеленым луком. Половину смеси заливаю в форму для выпечки. Выкладываю туда нарезанную крупными кусочками треску, или другую рыбу без костей. Сверху на нее выкладываю нарезанную кусочками свежую паприку и сверху заливаю остатками смеси яиц. Фото – фоторсепт.ру накрываю фольгой и запекаю 30 минут в предварительно разогретой на 200-210 градусов духовке. Щавельник варю говяжье мясо почти до. Продолжение истории читайте на сайте jah.club